Так, ну микрофон у меня включен, что мы начнем, да? У нас еще три минуты, в принципе, до заявленного времени, но давайте мы начнем. Начнем мы с того, что я повторно представлюсь. Меня зовут Павел Янченко, как уже сказали, я коктейльный блогер. Такое немного уникальное для Украины явление, потому что я же не интернет-предприниматель, как сейчас воспринимают блогера, а я такой ископаемый, трушный мастодон Теры Веб 2.0, человек, который уже 11 лет ведет блог о коктейлях, коктейльной культуре, спиртных напитках под названием Science of Drink. И у меня будет сразу всем небольшой подарочек, я, правда, конечно, не рассчитывал, что будет столько людей, поэтому самым активным будет подарочек. Подходите, берите магнитик под названием «Самый короткий путь с вашего холодильника» или «Холодильника вашей мамы» на Science of Drink. Наводите камеру своего айфона на QR-код и попадаете ко мне на блог. Все, кто вдруг еще не нашел Science of Drink на просторах интернета, подходите, берите магнитики для себя, для своих знакомых. Пожалуйста. И сегодня я очень рад видеть такое большое количество людей в этой аудитории. Сегодня я не один, а совместно с Димой Шевкоплясом, который наш самый настоящий, уже практически легендарный украинский бармен, шеф-бармен нашего замечательного киевского бара-паровоза «Пикизи», который имеет и Соль 2015 года, и Барпруф Бест Коктейл Бар 2017 года, два неона шейкера. И сегодня я буду теоретиком, а Дима у нас будет источником практических инсайдов по теме коктейльный историзм. Паша, спасибо за представление. Мне, как всегда, нечего добавить после этого. Я рад всех приветствовать, тем более после пятничного вечера. Все бодры и жаждете знаний. Это очень приятно. Какой-то современный коктейльный экспириенс – это, наверное, тренд уже сейчас. И мы рады быть частью этого, делиться какими-то своими проектами, которые мы реализовали. И будем делать что-то интересное в будущем. Да, и вот сейчас поговорим, почему я здесь. Ну, почему Дима здесь, я думаю, все из вас понимают. Потому что это действительно крутой украинский бар, который делает что-то значительное. А как туда попал коктейльный блогер, я вам сейчас немножечко расскажу. Вот помимо того, что я коктейльный блогер, два последних года, и не в последнюю очередь благодаря бару «Паровоз Пикизи», не в последнюю очередь благодаря Диме Шевкоплясу, которые достали меня из моей скорлупы и внесли меня в нашу отечественную коктейльную индустрию. Я из теоретика становлюсь все больше и больше практиков. В последнее время я могу себя назвать уже не только блогером, а таким мощным популяризатором культуры американского коктейля в Украине. Мощным популяризатором такого явления, как коктейльный ренессанс в Украине. Ну и, естественно, популяризатор мировой классики. И вот здесь вот у меня есть две еще дополнительные ипостаси. Первое. Я занимаюсь коктейльным образованием. Я коктейльный педагог. Здесь огромное спасибо, опять же, платформе «Паровоз Миксологи Курс». И Диме, как движущие силы этой платформы. И второе. Вторая моя апостась. Я занимаюсь в том числе коктейльным консалтингом в сфере коктейльного историзма. И вот здесь вот у меня есть несколько проектов. А сегодня в паре с Димой я хочу поделиться самыми зрелыми нашими проектами, которые, естественно, о которых вы, возможно, слышали, о которых, возможно, читали в соцсетях, потому что мы стараемся быть максимально активными, максимально прозрачными. Это проект «Мартини Таймашин». Коктейль «Мартини. Машина времени в бокале». И меню «Паровоз Классикс», которое действует в этом баре на постоянной основе, для которой я оказываю какой-то консалтинг в сфере именно историзма, чтобы это было достоверно, чтобы это были очень интересные реконструкции. Со своей стороны хочу добавить, почему мы это делаем, почему мы к этому пришли. Наверное, ни один коктейльный бум невозможен без такого фактора, что все друг с другом стараются делиться какой-то информацией. Не прятать ее, ни в подвалах, под барными стойками что-то еще делиться, обмениваться опытом. Именно в таких условиях, в такой среде, наверное, наиболее круто развивается наше сообщество с точки зрения профессиональных качеств и его величества коктейля. Поэтому именно это мы начали делать посредством наших проектов, таких как Paralyze Mixology курс, ровно три года назад. Наверное, в октябре будет ровно три года, как мы запустили. И это для нас классная площадка, классная платформа, собирать профессионалов и вдохновлять, общаться, слышать, что же сейчас необходимо современным барменам и развиваться дальше. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое коктейльный историзм. Поговорим о некоторых теоретических основах этого явления и поговорим о том, как коктейльный историзм может становиться продуктом, который будет успешно продаваться у вас в баре. То, что вы будете монетизировать и то, что будет обеспечивать вам кэшфлоу. Причем, скажем так, еще достаточно грамотной и очень интересной обертки. И вот здесь я опять хочу вернуться к тому, что нам повезло с вами жить, и благодаря этому мы сегодня здесь все во времена коктейльного ренессанса. Я думаю, что вы встречали это понятие. Мы живем в коктейльном ренессансе. Коктейльный ренессанс говорит о том, что это возрождение чего-то. И вот здесь вот коктейльная история становится очень важным, краеугольным камнем того явления, которое нам дает работу, которое обеспечивает успех нашей индустрии, которое вовлекает такое огромное количество денег, что собирает такие замечательные конвенты. И вот здесь вот мы должны сконцентрироваться на том, что коктейльная история на самом деле очень важна людям за барной стойкой. Вот давайте посмотрим, у нас сегодня собрались в основном бармены или здесь есть и потребители. Поднимите руку, кто профессионал, кто стоит за барной стойкой, кто бармен. А поднимите руки теперь, кто просто увлеченный потребитель и просто пришли послушать. Но, в общем, нормально. Аудитория у нас достаточно комплексная. Но 90%, я смотрю, это профессионалы. Я вот хочу обратить ваше внимание на то, что коктейльная история – это должен быть основной краеугольный камень вашего профессионализма. Понятное дело, что коктейльный историзм как продукт, он очень тесно завязан на коктейльном истории как явлении. Давайте немножечко поговорим о коктейльной истории. Коктейльная история – это у нас что? Это у нас набор всех тех фактов, артефактов, гипотез, теорий о развитии культуры смешанных напитков в последовательном развитии человечества. И вот кто скажет, какой основной особенность коктейльной истории относительно любой другой истории? Коктейльная история – это такой очень крутой микс из баек и, собственно говоря, самой истории, которую можно подтвердить артефактами. И вот здесь вам надо четко понимать, какие факты настоящие, а какие байки – это байки. Байки – это очень хорошо, они вам пригодятся за барной стойкой. Но история все-таки лучше. Ну прежде всего для того, чтобы не казаться смешным, не попадать в смешные ситуации. И я вам даже хочу дать вот одну из иллюстраций, достаточно смешную, как в коктейльной индустрии байка становится трендом. Яркий пример такого события – это так называемый гранатовый гренадин. Вот те, кто увлекается коктейлями достаточно давно, стоит за барной стойкой довольно давно. Вот помните, был такой мощный тренд на то, что гренадин – это гранатовый сироп. И все кинулись варить собственные гренадины по горячим процессам, такие бурые, такие классные, мега насыщенные. Начали делать гренадины по холодному процессу, у которых вообще никакой окраски не было. Вот это как байка в дух коктейльной индустрии стала мощным трендом. Ну и привела на самом деле к искажению, потому что у меня есть собственное мое исследование, вы можете его почитать на моем блоге в коктейле «Эль Президенте», там, где я пытался разобраться, какой же был гренадин в золотом веке коктейлей, то есть в конце 19 века. Я поднял огромное количество книг, я посмотрел кучу рецептов, справочники по изготовлению кардиалов, ликеров, сиропов и так далее и тому подобное. И вот в 1888 году, углубляясь в тему уже просто с головой, я нашел замечательный момент в одной французской старой пьесе 1888 года, диалог между двумя персонажами, я уже не помню, как их звали, но сам факт, что один персонаж сетовал на молодое поколение, брюзжал, он говорил, вот это молодое поколение даже взяло наш замечательный сироп, любимый французский, гренадин, и там плод благородный заменило мухой. То есть понятно, о чем он говорит, он говорит о кошениле, да, кошениль, источник красителя кармин. В 1888 году, это где-то лет за 7 до того, как гренадин попал мощно в культуру американского коктейля, гренадин уже представлял из себя то, что он представляет сейчас, красная сладкая краска. И мы должны понимать, что это колорант, он никогда не может быть модификатором. Вот как знание коктейльной истории помогло бы нам не искажать вкус классических коктейлей, а оставить Эль Президенте не коктейлем с ярко выраженным привкусом граната, а просто красным сухим кубинским ромовым мартини, каким он, собственно говоря, задуман их автором. Дима, может быть у тебя есть иллюстрация другая, почему нам важна коктейльная история за стойкой? Абсолютно есть, я же это тоже все пережил. Да, многие, я думаю, такие вещи. Да, на самом деле коктейльная история – это некий бэкграунд и некий фундамент, который должен быть у каждого профессионала. И без этого я, наверное, до 2012 года просто плавал в море каких-то рецептов, не зная какого-то определенного исторического фундамента и скелета. То есть это все равно, что пытаться разговаривать, не зная алфавита. То есть что-то вам сейчас приготовлю или что-то сейчас придумаю из хаотично избранных ингредиентов. Историзм, коктейльная история и классические коктейли – это некий уже готовый материал для вас, готовые формулы, из которых вы можете сделать уже абсолютно свои какие-то вижены или вариации тех или иных коктейлей. И опять же коктейльная история – это ваш сторителлинг. Рано или поздно у вас появляется диалог с гостем по поводу того или иного коктейля, ингредиента, автора этого коктейля. То есть это серьезный кладец информации, которую вы можете дарить гостям. Гости обожают просто истории. Опять же, неважно, байка это, либо ваш вчерашний день или история коктейля. Гости любят ушами наши бары тоже, не только посредством лишь напитка и коктейля как продукта. Поэтому историзм безумно важен. Для многих он может показаться, особенно перед началом наших курсов, когда ребята видят программу, можно сказать, о, там три целых первых дня блока коктейльной истории. Как бы это пережить, и чтобы уже побыстрее коктейли делать. То есть быстрее коктейлям, техники смешивания. Давайте наварим сейчас инфьюзов, включим роторный испаритель и погнали. На самом деле никогда не стоит забегать вперед. И мне нравится фраза Питера Дорелли. Часто ее вспоминаю, сейчас вспомнил, хотя заранее не готовил. Он сказал, выучите этот определенный фундамент и отложите на полку. То есть это не талмуд, который вы должны носить с собой и постоянно его теребить. Но знания не чемодан. Они на самом деле к земле не тянут. И вот опять же на курсах я всегда иллюстрирую, зачем нужна коктейльная история барменам. Вам за стойкой. Помимо того, что это совершенно очевидные вещи. Это ваша миксологическая база, это ваша коктейльная эрудиция. Вы всегда знаете на основании чего творить, и вы никогда не попадете в просаг, сделав гениальное изобретение. Не насмешите коллег, опубликовав в фейсбуке пост. Я придумал самый шикарный коктейль в мире. Это текила, сок лайма и куантрол. А еще я придумал делать соленую каемочку. Это вообще бомба. Назову в честь своей девочки. Будет Елена, коктейль Елена. То есть понятное дело, что для вас это достаточно очевидные вещи. Но есть еще второй уровень, более на самом деле интересный. Коктейльная история, особенно если мы говорим про реконструкцию классических коктейлей, это очень хорошее развлечение. Это на самом деле отличная образовательная активность, которая первое, позволяет вам изучить ингредиенты, их историю, понимать ценности каждого отдельного коктейльного базового алкоголя или ликера, или вермута. И второе, обладеть огромным количеством техник и понять их нюансы. Потому что на самом деле тот же стир. Многие из вас знают, каким стилем стира чаще всего сейчас работают в барах. Как он называется? Вот мы работаем японским стиром. Это так называемый японский стир. Кто из вас знает о том, что существует американский стир? Американский стир совершенно другая техника, которая тоже является стиром, когда мы подбрасываем кубики в бокалах. Это на самом деле нюанс, но этот нюанс можно познать через реконструкцию тех или иных классических коктейлей. Классические коктейли, на самом деле, вы как профессионалы никогда не должны произносить фразу «я не понимаю классический коктейль». Потому что это как, я проф непригоден, я стою за барной стойкой, не понимаю самые базовые вещи. Каждый классический коктейль должен быть проработан. И когда вы прорабатываете все эти классические коктейли, у вас появляются общие ценности. Общие ценности всей аудитории барменов. Если из вас каждый изобретет коктейль и будет делиться своими наблюдениями с другим, то интересного, наверное, не будет. Потому что я делюсь о том, что не пробовал другой никогда. Но если у вас всегда есть о чем поговорить, когда вы объединяетесь вокруг каких-то классических коктейлей. Давайте сейчас, кстати, чуть-чуть поиграем. Какой самый любимый классический коктейль в этой аудитории? Дайте я угадаю, сколько людей здесь, поднимите руку, любят Негрони? Нормалек. Давайте дальше. Old Fashion. Да почти как. А те же люди подняли, кстати. Нормально. Давайте так. Маргарита. У Маргариты тоже находятся свои поклонники. Сухой Мартини. О, слушайте, в прошлом году было все гораздо скромнее. Вот, смотрите, то есть у нас уже есть общности, и там есть нам о чем поговорить. И, кроме того, вот на втором уровне я всегда ставлю очень важный момент. Коктейли для нашей культуры – это заимствованное понятие. Коктейли – это культурный код другой страны. И вот для того, чтобы работать с коктейлем на «ты», понимать, что ты делаешь, не заниматься каргокультом. Знаете, что такое каргокульт? Это когда во Вторую мировую войну в Тихом океане на островах были базы американские. И над ними пролетали самолеты-транспортники и кидали им там тушенку, сгущенку, ну все вот эти вещи. Потом, короче, война закончилась. Ну, а эти грузы, они периодически в джунглях терялись, и там их находили аборигены. А потом война закончилась, и аборигены, ну, американцы ушли, аборигены это не заметили. Они начали делать из соломы, из веточек говна и палочек, делать самолеты, из кокосов, орехов наушники и ждать, когда с неба прилетят птицы и кинут тушенку и сгущенку. Вот чтобы мы не занимались каргокультом, мы должны хорошо знать коктейльную историю и четко понимать, из какой культуры это приходит и как с этим работать. Яркий пример здесь именно концепт коктейля. Вот скажите, пожалуйста, кто слышал такое замечательное определение, что коктейль был придуман для того, чтобы замаскировать низкое качество базового алкоголя за фруктовой завесой? Все слышали, да? Вот я по голосу, видимо, чувствуется, что лучше в этом не признаваться, но я уверен, что это слышали на самом деле первым делом, потому что это советская парадигма. Да, потому что именно там буржуи придумали эти коктейли, чтобы дурить народ. Но если мы посмотрим в историю коктейля, если мы посмотрим первое словарное определение, если мы посмотрим, что в 1806 году слово коктейль определялось в контексте избирательного права, то есть право элит, то, естественно, ни о какой, ну и кроме того, вы все знаете концепт коктейля изначальной, который, это, собственно говоря, коктейль олдфэшн сейчас, да? Ни о какой маскировке речи не идет. Мы говорим о конструировании нечто более совершенного, чем исходный алкоголь. Мы имеем положительные коннотации, да? Да, тоник, лучшее, что может быть есть для здоровья, лучший алкоголь и так далее. И вот мы совершенно по-другому относимся к нашей работе, да? Одно дело мы те, кто маскирует за фруктовой завесой, черти что, и второе дело, когда мы конструируем совершенный алкоголь. Для этого нам, конечно, нужна коктейльная история. Ну и тут есть еще уровень высоких материй, о которых я, если вы не задумывались, предлагаю вам задумываться. Коктейли, классические коктейли, обеспечивают нам возможность диалога через времени. Вот скажите, пожалуйста, есть в этой аудитории люди, которые хотели бы поговорить с Гарри Кредоком? Есть. А с Эдди Вельке? Не знаете, ну окей. С Хьюго Энслином, тот, кто изобрел авиаэйшн. Есть люди? Да, вот у вас такая возможность есть благодаря классическому коктейльному наследию. Разберитесь в том смысле, который автор вкладывал в тот или иной коктейль, и вот вам возможность диалога. И кроме того, и об этом мы сегодня с Димой поговорим, потому что, мне кажется, нам удалось это осуществить. Коктейли нам дают, реконструкция классических коктейлей нам дает уникальную возможность путешествия через время. Мы можем попробовать историю на вкус, мы можем ее понюхать. Мы не можем сесть на машину времени и полететь, посмотреть на коктейль в 1895 году или в 1888 году. Но мы можем прийти в паровоз, взять там Мартини, Эншент Мартини или Рококо Манхэттен и погрузиться в это время. Только в понедельник давайте, днем. Ну и как я сказал, коктейльная история, это, конечно, очень, как Дима подчеркнул, это очень важный момент, важная составляющая сторителлинга. Сторителлинг – это коктейльный театр, это очень важный элемент гостеприимства, хоспиталики. И вот дальше мы будем говорить уже о коктейльном историзме, который базируется, естественно, на коктейльной истории, но это продукт. Это продукт, который мы продаем нашему потребителю. И этот продукт продается. Хотя я вижу, вот есть небольшое настороженное молчание, не все верят в том, что он продается, поэтому я думаю, что это надо проиллюстрировать несколько современными тенденциями, почему коктейльный продукт продается. Как вы думаете, зачем в бар приходит человек, в крафтовый бар? Мне чаще всего говорят, что он приходит за эмоциями. Слава богу, никто не говорит, ну как, зачем, бухануть. Нет, за эмоциями. Я скажу больше, люди приходят в бар за экспириенсом, за новым опытом. В 2017 году Джаред Браун, очень известный коктейльный историк, вообще коктейльный теоретик, сказал о том, что современный потребитель английского крафтового бара, американского, приходя в бар, еще хочет быть образован. Вы знаете, что сейчас среди молодежи модный тренд. Что модно? Модно путешествовать, правильно? Почему? Узнавать мир. В баре мы даем тоже возможность путешествия, даем новый экспириенс. В 2018 году сейчас одна из модных тенденций в барах – это провинанс. Что заставляет нас тратить деньги на тот или иной продукт? А мы тратим не только деньги, мы тратим деньги, мы тратим немножечко нашей печени на каждый коктейль, мы тратим наше время в конце концов, а оно проходит безвозвратно, это ресурс, который мы не можем вернуть. Нас заставляет тратить на то или иное провинанс, происхождение. Мы хотим потреблять продукты, в чьем происхождении мы не сомневаемся. Коктейльный историзм – это как раз продажа человеку то, что имеет достоверное происхождение. И вот мы поговорим о примерах. Начнем мы этот слайд с примеров. В мире есть несколько очень интересных проектов, которые круто засветились, именно основаны на коктейльном историзме. Кто знает пример мерчант-хотел-бар? Шон Малдон, я думаю, что вы слышали это имя. Шон Малдон, да? В 2009 году мерчант-хотел-бар, который находится в отеле в Белфасте. Кто знает, что такое Белфаст? Это как Харьков в Украине. Ну реально, да, реально. То есть вроде как перша столица, но столица, но бог знает где, я там вообще никто не помню. Стал самым лучшим баром в мире. Номер один World Best Bar. Тогда еще полтинника не было, они стали по версии Spirit of Arts Tales of the Cocktails. Как им это удалось? Шон Малдон с командой три года издавали настоящую книгу про коктейльную историю. 2007, 2008, 2009. Меню в виде книги, которая продавалась за 10 фунтов, которую можно было скачать в интернете, стало просто хрестоматией, учебником бармена в той поры. Вот это замечательный продукт, который круто был завязан на коктейльном историзме. Дима, у тебя наверняка найдется не один пример таких успешных проектов. Ну сто процентов. Многие современные бары успешные, которые входят в самые топы и списки, они используют этот материал, уже готовый материал, который создавался веками до этого времени. Они просто интерпретируют это в современной форме для современного потребителя. То есть это могут быть какие-то твисты, это могут быть классические категории. Но они предоставляют эту информацию в интересном формате и используют этот фундамент с точки зрения истинного профессионализма. Те же Шон Малдун и Джек МакГерри, небезызвестные по мерчант-отелю, хотя сейчас мало кто о нем вспомнит и вспоминает. Сейчас являются создателями Дет Рэббита и Блэк Тейла в Нью-Йорке, которые тоже… Блэк Тейл – это бар с кубинской философией, который стал лучшим американским баром в этом году. А Дет Рэббит – это третий в полтиннике, по-моему. А третий в полтиннике, который был лучшим бара мира два последних года, то есть на секундочку. И это говорит о том, что определенный подход к историческим коктейлям и внедрение в современных меню… Прежде всего это востребовано. Это востребовано, это интересно. И ребята это делают уже в Нью-Йорке, один из топовых городов с точки зрения коктейлей. И преподносят это интересно, то есть они переиздают какие-то интересные выпуски, они свои меню уже продают, то есть в своей обложке коктейльную историю уже даже томами и наборами этих книжек. То есть это определенный тренд и… Да, это тренд, Дима. Я совершенно согласен с тем, что это тренд, краеугольный камень коктейльного ренессанса. Давайте теперь подойдем уже вплотную к нашей теме. У коктейльного историзма как продукта можно выделить два уровня. На первом уровне, я уверен, вы многие на самом деле работаете. Это работа с классикой, с классическими коктейлями, как с узнаваемым брендом, как источником вашего вдохновения и как демонстрация вашей эрудиции. И вот здесь вот я хочу, чтобы мы остановились четко, ограничили несколько понятий. Прежде всего, что такое классический коктейль. Мы не можем взять и сформулировать короткое приложение, где мы скажем, классический коктейль это та-та-та-та-та-та. Но классический коктейль это коктейль, который обладает рядом признаков. Для того, кому будет интересно, зайдите на мой блог. У меня среди список страниц есть так называемый проект Нетленко. В проекте Нетленко вы найдете где-то 150 коктейлей, которые в широком смысле этого слова можете назвать классическим. Вот эти 150 коктейлей это шикарный роадмап, чтобы их выпить и разобраться в классике. И я вам хочу сказать, что в ваших меню классика интересна и работает только в одном случае. Если она представляет собой вижен, ваш взгляд на этот коктейль. Если у вас просто есть маргарита, которую вы бездушно готовите, смешивая непонятные ингредиенты, это работать не будет. Я думаю, что вот у кого в баре есть классика, которую никто никогда не заказывает? Ну есть, есть, да? А у кого есть именно выстраданная классика, которую неожиданно пьют куча людей? Ну тоже, слава богу, есть. Я тут думал, вообще никто не скажет, типа какая классика. Но это сегодняшнее мероприятие, тогда, я надеюсь, даст толчок вам внедрять такую классику. Чем отличается классический коктейль от винтажного коктейля? Винтажный коктейль – это любой коктейль, который мы прочитали в старинной книге. Не любой коктейль, прочитанный в старинной книге, является классикой. И тоже помните о том, что там на самом деле куча фейлов, которые на самом деле не стоит приготовить ни одного раза. И вот здесь вот есть еще более интересная категория. Это твисты и рифы. Твисты – это небольшие изменения в классике, которые вы вносите сезонными ингредиентами или какими-то своими задумками. Рифы – это более серьезная переработка классики, когда вы отталкиваетесь от атмосферы, от какой-то идейной составляющей коктейля. Вот мне недавно попадался интересный риф – это Gin Tonic Straight Up. Но мы все знаем, что Gin Tonic всегда хайбол. Даже если он в копе, это все равно хайбол. Много льда, много жидкости. Коктейль в купе Straight Up, который называется Gin Tonic, это… С одной стороны, конечно, это курам на смех, а с другой стороны, это вот то, что я назвал рифом. Дима, что интересного ты из этого встречал в последнее время? Ну, на самом деле, рифы и твисты, их масса различных. Ну, какую-то исконную классику чаще всего твистуют. А Gin Tonic – это уже вообще имя нарицательное. Супкультура. Gin Tonic 2019, 2018. То есть все видели эти ролики, насколько можно видоизменить коктейль, но оставить некий скелет, некую суть, благодаря либо формуле, либо каким-то знаковым компонентам того или иного коктейля, тем самым сохраняя и давая право делать приставку, там, Gin Tonic или Gimlet, к примеру. Но в некоторых барах, к примеру, таких как Харрис Нью Йорк Бар, было бы странно увидеть твист на Мэри. Да, но с другой стороны, вот Мэри, Кровавая Мэри, Блади Мэри в Гаррис Бар, это уже как музейный экспонат, да, это как Джаконда, Леонардо да Винчи. Меня всегда удивляют люди, которые критикуют эти коктейли. Да, приехал в Гаррис Бар, сделали Блади Мэри невкусное. У меня на районе там делают ребята гораздо вкуснее. Вот это всегда сигнал, что мы на самом деле, некоторые вещи должны, вот в этой ситуации, мы должны воспринимать, а не критиковать. Вот для нас это очень важно. Второй уровень коктейльного историзма, это уже высший пилотаж бара, потому что первый уровень, я думаю, что у вас у многих есть на самом деле в меню, потому что как бы это вкусно, это интересно, это достаточно очевидно. Вот второй уровень, это коктейльный историзм как реконструкции и коктейльный историзм как ориентированный, базирующийся на истории специфические барные коктейльные меню программы. И сегодня мы это будем иллюстрировать не только иностранными, слава богу, примерами, а иностранных примеров масса, но мы к ним еще обратимся, а и нашими конкретными примерами. Коктейльную реконструкцию мы внедряем в паровоз Classic, а Martini Time Machine это натуральная, ориентированная и базирующаяся на истории мощная коктейльная программа. И здесь в этих программах есть тоже два подхода, вертикальный и горизонтальный. Горизонтальный подход, когда мы находимся в определенном периоде, например, золотой век коктейлей, и оттуда реконструируем что-то. Вертикальная программа это та машина времени, на которой мы катаем нашего потребителя. Вот у нас есть интересный участник на барометре, Manhattan Bar, номер 7 в полтиннике на данный момент. Сейчас в этом баре внедрена очень мощная вертикальная коктейльная программа, которая касается веков. Для каждого века проведены какие-то реконструкции, сделаны какие-то свои вижены. И, собственно говоря, это выносит их на седьмое место в World Best Bars. Мы будем говорить о нашей Мартини Таймашин. Горизонтальный подход. Яркий пример такого подхода – это знаменитый High Five, это Hidetsugu Ueno в Токио, в котором есть пять коктейлей золотого века, которые ассоциируются с Японией. Они тщательно реконструированы, масса внимания к деталям, и это также делает этот бар одним из величайших на планете сейчас. Нима, у тебя есть интересный пример? Абсолютно. Есть по поводу горизонтального примера. Тот же бар Nightjar, который по Instagram не ассоциируется с классикой, но на самом деле все их меню построено на твистах и рифах на классику времен золотого века и так далее. То есть даже декаданса и послевоенного периода. То есть там можно проследить определенное вертикальное путешествие в понимании и в интерпретации Nightjara, к примеру. Поэтому, казалось бы, такой креативный бар, как Nightjar, с такими сумасшедшими подачами, он основан опять же на вот этом вот коктейльном историзме, о котором мы с вами сегодня говорим. И перед тем, как вы нырнете в пучину коктейльного историзма и начнете у себя в баре внедрять истории ориентированной, истории базированной коктейльной программы, мы хотим проговорить очень наш важный опыт. Вот вчера тот, кто пропустил лекцию Татьяны Ждановой, которая говорила о определении цены, на прошлом барометре она говорила вообще о маркетинге в коктейлях. Мы хотим просто дать иллюстрацию уже нашу. Для того, чтобы работать с коктейльным историзмом, надо понимать, что это нишевый продукт. Это нишевый продукт, и работать с ним стоит только есть целевая аудитория, которая разделяет ценности коктейльного историзма. И вот сегодня мы их проговорим, это наши наблюдения именно. Мы должны понимать, что, и вы должны понимать еще одну важную вещь, ценности коктейльного историзма, о которых мы сейчас проговорим, должны разделяться не только вами, но и всей вашей командой, вашим руководством и собственником, потому что, как правило, коктейльный историзм – это дорогое удовольствие, он требует инвестиций, и какой-то частью вашего потребителя. Если кто-то на вот этой вот цепочке, собственник, руководство, вы, команда, не разделяет ценности, будет все обесценено, потому что там нужен систематический подход. Итак, для кого мы внедряем наш коктейльный историзм? Прежде всего, это для представителей так называемого aspirational class, людей, которые стремятся постоянно к большему, к тем, кто ищет новых знаний, тех, кто обладает интеллектом. Вы скажете, хорошо, ладно, такие ребята есть, но кто будет платить за все это? Коктейльный историзм – совершенно не дешевая вещь. Мы нуждаемся в специфических продуктах, которые, как правило, стоят совершенно не копейки. Мы не можем это сделать из ширпотреба и так далее. Я вам скажу, кто. За это все будут платить миллениалы, которые называются так называемые миллионеры по выходным, weekend millionaires. Люди, которые готовы к люксовому потреблению раз в неделю, два раза в неделю. Вот для нас эта аудитория интересная, это аудитория для коктейльного историзма. Именно среди этой аудитории, как я сказал, aspirational class в совокупности с доходом чуть выше среднего и склонности к миллионерскому поведению на выходных, и наблюдаются вот эти тенденции, которые я упомянул. Жажда нового экспириенса, желание быть образованным, даже потребляя алкоголь, ожидание надлежащего происхождения продукта, на который тратятся деньги, время, бесценное время, уикенда и так далее. И это те люди, которые стремятся к более цивилизованным паттернам потребления. Потому что коктейльный историзм – это не то, чем стоит набухаться. Вот, понимаете, то есть просто прийти… Хотя нет, мартини тайм машины – это отличная штука. Там чуть-чуть шаг влево, шаг вправо, да, на naked мартини. Тонкий лед. Да, тонкий лед, правильно, совершенно. Итак, давайте теперь поговорим о нашем конкретном примере. Меню «Коктейль мартини. Машина времени в Бакайоле». Мартини тайм машин. Наш зрелый проект, который мы начали два года назад, чуть больше двух лет назад. Меня пригласили ребята в паровоз и сказали, давай сделаем что-то особенное. Я долго думал, что же можно сделать особенное. Пытался обыграть тему паровоз. Это поезда, коктейли в поездах. Это тоже очень интересная, на самом деле, тема. Знаменитые поезда, типа 21 век и так далее. Но потом я не выдержал, естественно, прошептал. Может быть, мартини. И команда меня неожиданно поддержала. Хотя, когда я спросил про сухой мартини, нашлось всего несколько рук, которые готовы любить этот коктейль. В прошлом году их было меньше. В прошлом году у меня было мероприятие, посвященное мартини. Туда пришла вот так целая аудитория. А потом поняли, что я вообще ни слова не скажу про вермут мартини. И половина аудитории такой, ой, да вообще, о чем мы слушаем? Какой мартини? Где мартини, собственно говоря? Тем более, мартини был спонсором барометра. Там вообще конфуз был полнейший. И мы сделали проект, в котором мы реконструировали 8 значимых точек эволюции коктейля мартини. Коктейль мартини появляется в конце 19 века в виде достаточно сладкого, ароматного коктейля, который очень хорошо соответствует вкусу современного потребителя. И далее проходит больше 100 лет увлекательной эволюции. Он осушается, в нем применяются разнообразные самые тонкие техники и так далее. Коктейль мартини очень прост. Всегда. Это джин, вермут, биттер и мириад нюансов. Вот этот мириад нюансов – это то, что мы воплотили в этом коктейле. 8 знаковых точек. Эншент мартини, мартини 1888 года. Сухой мартини в том виде, в котором он упоминается, в котором он появляется в конце 19 века, в сухом виде. Потом легендарный золотой стандарт с небольшим твистом, который генетически связывает его с предыдущими двумя коктейлями. Следующая точка. Мы вдохновлялись уже не конкретным рецептом из какой-то конкретной книги, а стихотворением. Стихотворением 1935 года Огдена Нэша, где он написал, какой коктейль был в это время. Это уже такой серьезный уровень вовлечения. Дальше. Коктейль «Каламбур» Монтгомери Мартини. Каламбур от Эрнеста Хемингуэя. Дальше. Нам понадобилось там поковыряться в старинных американских журналах, и мы нашли «Бест Чикаго Мартини». «Казактини». Ласкает слух это название. А на самом деле коктейль придумал в 70-х Джоном Доксотом. Это единственная вещь, которая примирила меня с водочным мартини. Мы внедрили его, и он очень вкусный у нас. И последняя точка 1985 год. Коктейль «Некид Мартини». Вершина сухости, вершина эволюции этого коктейля. Все. Мы прошли цикл от сладкого, некрепкого до зубодробительно крепкого. Не за один вечер, да? Да, я никому не советую пройти это за один вечер. Никому. Никогда. Для этого нам понадобилось на самом деле два года работы. Понадобились и презентации, внутренние презентации, которые мы делали для команды. Я разрабатывал разнообразные доклады, мы их докладывали. Нам понадобились проработки. Мы проводили поддерживающие лекции. Дима, поделись своим опытом. Для бара, мне кажется, для бара это был челлендж. Внедрять мартини. Абсолютно. Это определенный вызов, но мы любим вызовы, потому что это делает нашу жизнь интересней и не такой скучной. Для внедрения таких проектов и такого меню надо действительно комплексный подход, иметь терпение, выдержку и, что самое главное, верить в это. Верить всей командой, а не так, что какой-то один сумасшедший барменеджер, там, сейчас все, я сейчас сделаю там бомбическое меню, бармены не понимают, что происходит. Никаких тренингов не было. Появилось какое-то меню, официанты тем более. И где-то что-то это. Выглядит как сумасшедший профессор, да, и все остальные просто не понимают, что с ним происходит. То есть в это должна верить команда, естественно, вся. Это должен понимать собственник, потому что это определенные инвестиции. Это разработка, проработки, закупка посуды, создание дизайна меню. Это все время. Наверное, у нас 8 месяцев ушло на запуск этого меню. Нет, на запуск у нас ушло 4. 4, да. 4. А вот в тот момент, когда это действительно стало зрелым проектом, ушел почти год. Да, 8 месяцев до мероприятий мы проводили поддерживающие Martini Hours, часы Martini, на которых мы говорили о Martini культуре. Мы коммуницировали с нашей ядерной аудиторией, с нашими постоянными потребителями, именно ценности, потому что на самом деле этот коктейль очень интересен. Но в обществе, где привыкли, что им сейчас дадут что-то замаскированное, да, у нас любят достаточно еще кисло-сладкие коктейли, сухой, аскетичный коктейль, в котором надо наслаждаться нюансами, не так очевиден. И поэтому нам пришлось вкладывать в том числе и в нашу аудиторию, которая достаточно была отзывчивая. Кроме того, вот насколько я заметил, этот проект очень сильно повлиял на всю команду паровоза. Технологически на самом деле этот простой коктейль очень сложный. Почему? Он требует внимания к нюансам. Стир, Martini это очень тяжелая вещь. Ты должен вообще владеть стиром просто ас. Ты должен быть ас стира, потому что обводнение это ключевая вещь. И я видел, как команда импрувится. Я много раз говорил с командой, с Юрой Зазулей, например, и мне говорили, да, слушай, вот по-другому относимся к стиру теперь уже. Начинаем владеть им гораздо лучше. И что мы в итоге получили? Первое, мы получили проект, который является мощным образовательным фактором. Как для нашего потребителя, это инвестиция в нашего потребителя, которое нам возвращается, и мы видим это сейчас, так и в команду. Потому что мы даже делали поддерживающие лекции на тему, что такое джин. Разбирали джин на молекулы. Нам это все нужно было для того, чтобы лучше понимать, как работать с этим меню. И в итоге мы получаем еще один замечательный момент. Это имиджевый проект паровоза. В прошлом году мне было безумно приятно, когда, сидя после барометра с Ангусом Винчестером, Ангус Винчестер, это же Мартини Гуру, это вот легендарно, это бог Мартини, живущий вот среди нас. И он приезжал на прошлый барометр, и сидя, мы с ним сидели, ему пили коктейли, ему принесли елово-мелово-мартини, и он, не зная, что я автор проекта, восхищенно говорил, слушай, это фраза, которая, я ее обожаю, это стихотворение Огдена Неша, оно сумасшедшее. Я говорил, да, да, я знаю, Ангус, это имиджевый проект. Абсолютно, да, я просто еще хотел вспомнить важный нюанс, тему нынешнего барометра, барьеры, да, это наглядный барьер, который можно разрушить, и самые главные барьеры, когда вы запускаете что-то сложное и с первого взгляда непреодолимое, эти барьеры внутри нас. У нас такое пить не будут, у нас нет алкоголя, мы не найдем какую-то из посуд, это шмыга сидит у нас в голове. У нас нет льда для того, чтобы смешивать. У нас нет льда, у нас ложка не такая и спилстоп вообще не пригоден. То есть это все барьеры и все отговорки, которые у нас есть, которые надо побороть в основном. И все остальное просто получится. Главное, чтобы вся команда верила в этот проект, а не просто, как я говорил, сумасшедший профессор бежал. А потом оказывается, что Мартини Тайм Машин улучшает качество выдачи любого коктейля в баре паровоз. Вот удивительным образом, потому что и над льдом было поработано, и над инструментарием, и над посудой, и над всем. И проходит два года, и проект совершенно не собирается останавливаться. В этом году мы с Юрой Зазулей уже замечательно съездили на гестбартендинг во Львов. С коктейлем Мартини. С коктейлем Мартини, когда я говорил три года назад коктейль Мартини, корифеи в зале морщились и говорили, да нет, у нас такого и пить не будут, и ничего. Львов пил Мартини обалденно, просто замечательно. И я верю, что на самом деле этот коктейль ждет в Украине большое будущее, потому что у нас хороший вкус, а это образец хорошего вкуса. Но мы поговорим еще про один наш проект. Коротко остановимся на тему горизонтального историзма. Это меню паровоз классик. Вот здесь слово Диме, потому что это его детище. Я здесь только иногда привлеченно консультирую. Вот зачем паровозу нужно работать с классикой? Что в этом? Ну, на самом деле, зачем нужна классика, мы уже проговорили сегодня. В разделе паровоза есть несколько категорий, такие как, к примеру, сауры или олдфэшн или категория коктейль, которая подразумевает определенные напитки в этой категории. И если мы хотим добавить или обновить меню, или что-то интересное, сделать какой-то интересный рефреш в меню, но с историческим подтекстом и сэкономить время. Мы встречаемся с Пашей, и мне не надо делать ресерч на несколько месяцев про какой-то коктейль, потому что у Паши есть более чем 10-летний бэкграунд тех или иных классических примеров. И мы просто выбираем что-то интересное и адаптируем уже с точки зрения ингредиентов, той посуды, которая есть и так далее. Поэтому, наверное, процентов 50 сейчас в нашей правой страничке составлено именно из этих напитков, таких как коблеры и олдфэшн. А мой один из последних примеров – это рококом Манхэттен. Он, кстати, запричитлен на верхней фотографии. То есть это коктейль, который передает атмосферу моего любимого золотого века коктейлей. Последние четверти XIX века. Совершенно неожиданный Манхэттен, взгляд на Манхэттен синтетический, который дает совершенно очень хорошо продаваемый, очень питкий коктейль. И опять же, это способ протянуть новые ингредиенты, посмотреть на них, интересные на рынке. Здесь мы, например, используем вермут карпана антикоформула, который только зашел на рынок и который представляет собой очень интересный продукт. И так далее. И это одна из интереснейших наших коллабораций. Это, кстати, я добавлю очень крутой способ влюбить потребителя, к примеру, в категорию Манхэттен. Если приходят гости, ой, можно мне Манхэттен? И вы там делаете грубую, к примеру, классическую формулу, наржаном, два к одному, он получается такой спиртуозный, мягко говоря, не питкий, достаточно смелый напиток. И это может быть первая и последняя встреча гостя с этим напитком. Но если он попробует РККО Манхэттен, он придет уже и к Перфект Манхэттен и так далее, ему станет интереснее. Вот это вот такой серьезный крючок полюбить те или иные классические напитки. И ближе к концу нашему мероприятию мы уже будем закругляться. Мы поговорим, вы поняли, основой коктейльного историзма являются ваши глубокие знания коктейльной истории. И где эти знания взять? На самом деле их взять сейчас было бы желание, потому что в интернете есть американские онлайн-библиотеки, где вы можете взять фотокопии оригиналов книг Гарри Джонсона, оригиналы первых книг профессора Джерри Томаса, Хьюга Энслена, Гарри Кредока, любых легендарных барменов. Просто есть огромное количество образовательных видео, там где Дэвид Вондрич, звезда коктейльной истории, рассказывает самые-самые мощные вещи. И в принципе вот это вот ваш путь, потому что ваше самообразование – это ваш ключевой ингредиент вашего профессионализма. Но это, конечно, все работает, если у вас, как у меня, есть 10 лет пути идти по этому пути. Есть чуть-чуть более простой путь, который называется Паровоз Миксологи Курс, и там 15 или уже сейчас 20 часов коктейльного историзма. Первые три дня этих курсов полностью посвящены коктейльному историзму. Мы слушаем лекции, где я рассказываю про свой уникальный подход к коктейльной истории, классификации, периодизации коктейльной истории, описывая атмосферу каждой эпохи, понимая атмосферу, понимая характеристику спиртов внутри эпохи. Вы уже знаете, где что знать, где что искать и как что реконструировать. И там, где мы катаемся на машине времени, я совместно с Юрой Зазулией обеспечиваем практики, где мы пробуем самые ключевые напитки прошлого. Разбираем эту историю на вкус. Так что welcome. И вот что я еще хочу, чем я вас хотел бы еще мотивировать. Мы живем во времена коктейльного ренессанса, классика очень доступна, она должна быть качественна. Коктейльный ренессанс вернул в нашу профессию самое главное. Крафт, ваше мастерство. И здесь я хотел бы привести в завершение нашего мероприятия вот эту свою любимую цитату Дика Братсела, которую я бы на месте современных барменов, я бы вот набивал бы на рукава себе. Я просто слишком стар для этого. что ваши возможности, ваши способности, ваш энтузиазм и ваш интерес являются таким же важным коктейльным ингредиентом, то есть ингредиентом того, что вы готовите, как алкоголь. И вот здесь вот я только хочу, чтобы вы все поаплодировали человеку, который сказал такую мудрую вещь. АПЛОДИСМЕНТЫ И я надеюсь, что вы будете руководствоваться этим и руководствуетесь сейчас в своей профессиональной деятельности. На этом у нас с Димой все. И мы оставили небольшое время для того, чтобы оставить ответить на ваши вопросы, если они есть. По нашим проектам, по тому, что мы делаем, по тому, о чем мы сегодня говорили. Welcome. Ну и магнитики не забываем. Я не просто так ввез с собой килограмм магнитов. В конце концов. Да, будут у кого-то вопросы? Да. Спасибо большое, что пришли.